Всем привет! На связи Артём Ухьянов и сайт videosmile.ru Я вам, наверное, уже не раз говорил то, что Adobe After Effects по-настоящему волшебная программа. И в сегодняшнем уроке мы с помощью неё нарисуем, вы не поверите, планету Земля. Но прежде чем приступить к уроку, хотелось бы отметить, что в этом уроке нам понадобится два изображения. Во-первых, это карта поверхности Земли, а во-вторых, это карта нашей атмосферы. Где их найти? Ответ прост. Открываем любой из браузеров и заходим на сайт Google. Здесь в строке поиска пишем «Карта Земли». Затем переходим в левую часть экрана и выбираем пункт «Картинки». И здесь вы видите кучу изображений, которые идеальным образом подходят нам. Допустим, вот это вот. Также, если эти изображения вас не устраивают, попробуйте в поиске набрать не карта Земли, а EarthMap. Нажимаем «Поиск» и получаем ещё кучу отличных изображений. Отлично. Вот это вот хорошее. Вот это тоже подойдёт. Окей. Скачиваем одно из этих изображений. Затем опять же возвращаемся к строке поиска. И набираем здесь фразу «Clouds Map». По этому запросу мы с лёгкостью найдём карту нашей атмосферы. Вот, в принципе, очень даже подходящий вариант. Также скачиваем это изображение. Кстати, если вы хотите скачать большие изображения и откинуть все маленькие, то просто в левом столбце вот здесь вот кликните по надписи «Большие». И тогда в поисковой выдаче вы будете получать только большие изображения. Отлично. Закрываем браузер и переходим в программу Adobe After Effects. Здесь, во-первых, загрузите на панель Project только что скаченные изображения. Затем давайте выполним команду «Composition – New Composition». Назовём новую композицию «Планета Земля». Так, затем выберите какой-нибудь пресет, выставите длительность в 10 секунд и нажмите «Ок». После этого возвращаемся к панели Project. Выбираем изображение с Землёй и переносим его на панель Timeline. Затем переходим к панели «Effects and Presets» и находим «Effects and Presets» и находим «Effects and Presets». Вот он. «Effects and Presets» находится в группе «Effects and Presets». Переносим его на наше изображение. И в итоге мы получаем уже почти готовую планету Земля. Но давайте не будем спешить и продолжим работу. Так, во-первых, перейдём к панели «Effects and Controls» и увеличим здесь значение параметра «Radius» примерно до 230, чтобы немного увеличить радиус нашей сферы. Планета у нас есть, теперь давайте создадим звёзды. Для этого переходим к верхнему меню, выбираем «Layer – New Solid», чтобы создать новый сплошной слой. Назовём данный слой «Stars» и кликнем по кнопке «Make on Size». После этого переходим к панели «Effects and Presets» и находим «Effects and Presets». Переносим его на только что созданный сплошной слой и переходим к панели «Effects and Presets». Здесь, во-первых, раскроете группу параметров «Transform» и уменьшите значение параметра «Scale» до 3 единиц. Затем перейдите к параметру «Contrast» и измените его значение до 400. Также уменьшите значение параметра «Brightness», то есть яркость, до минус 170. Отлично. Звёзды у нас есть, теперь давайте добавим им немного анимации. Для этого помещаем индикатор текущего времени в начальную позицию и кликаем по значку с секундомером слева от параметра «Evolution». После этого перемещаем индикатор текущего времени в конец композиции и изменяем значение параметра «Evolution» на один оборот или 360 градусов. Слой со звёздами у нас создан, но теперь он перекрывает нашу планету. Давайте переместим звёзды под слой с планетой. И теперь давайте создадим космический туман, который будет рассеян у нас вокруг нашей планеты. Опять же переходим к верхнему меню «Layer New Solid». Назовём этот слой «Fock». Кликаем по кнопке «Make Home Size» и нажимаем «Ок». Опять же выбираем «Effect Fractal Noise» на панели «Effects and Presets» и переносим его на только что созданный сплошной слой. Переходим к панели «Effect Controls». Здесь немного уменьшим значение параметра «Контраст» примерно до 73 и немного увеличим яркость, то есть «Brightness» примерно до 8. Теперь давайте анимируем наш туман. Во-первых, переместим индикатор текущего времени в начальную позицию, раскроем группу параметров «Transform» и найдём здесь «Effect Offset Turbulence», отвечающий за горизонтальное и вертикальное перемещение нашего тумана. Кликаем по значку «Секундомером» слева от параметра «Offset Turbulence», чтобы поставить первый ключевой кадр. Затем спускаемся чуть ниже и также ставим первый ключевой кадр для параметра «Evolution». Вот здесь вот. После этого перемещаем индикатор текущего времени в конец композиции и изменяем значение параметра «Evolution» до 3 оборотов. Также немного уменьшим значение параметра «Offset Turbulence» по оси «X» примерно до 300. Давайте посмотрим, что у нас получилось. А получилась у нас вот такая вот незамысловатая анимация. Далее давайте немного разукрасим наш туман. Для этого переходим к панели «Effects and Presets» и находим эффект «Hue Saturation». Вот он находится в группе эффектов «Color Correction». Переносим эффект «Hue Saturation» на слой с туманом. Переходим к панели «Effects Controls». Здесь давайте поставим галочку в чекбоксе «Colorize». Затем изменим значение параметра «Colorize Hue» примерно до 200 градусов. И повысим значение параметра «Colorize Saturation» до 40. В итоге у нас получился вот такой вот синий туман. После этого переходим на панель «Timeline» и меняем режим наложения для слоя с туманом на «Hard Light». А также немного уменьшим значение параметра «Opacity» для данного слоя. Примерно до 20%. Далее, чтобы туман не занимал полностью весь кадр, давайте создадим для него небольшую маску. Во-первых, выделяем слой с туманом на панели «Timeline». Переходим к панели «Tools» и выбираем инструмент «Rectangle Tool». Переходим на панель «Composition» и рисуем маску прямоугольной формы. Затем переходим на панель «Timeline», кликаем по нашей маске и нажимаем клавишу «F», чтобы появился параметр «Mask Fever». Увеличим значение параметра «Mask Fever» примерно до 300 единиц. В итоге у нас получился вот такой вот классный анимированный туман. Что мы делаем далее? А далее мы переходим к панели «Timeline» и выделяем слой с землей. Далее выполняем команду «Clear Precompose», чтобы поместить данный слой в отдельную композицию. Так, здесь поставьте галочку «Leave All Attributes» в новую композицию и нажмите «Ок». Новая композиция создана, теперь выделяем ее и нажимаем сочетание клавиш «Ctrl D», чтобы создать ее дубликат. Так, назовем нижнюю композицию «Главная», а верхнюю композицию назовем «Блик 1». Теперь выделяем оба этих слоя и нажимаем клавишу с английской буквой «I», чтобы открылся эффект «CC Sphere» у обоих слоев. Так, раскрываем его параметры. И у слоя «Блик 1» находим параметр «Радиус». Так, вот он. Теперь нам нужно его связать с параметром «Радиус» главного слоя. Для этого мы зажимаем клавишу «Alt» и кликаем по значку с секундомером слева от параметра «Радиус». Выбираем инструмент «PiCube» и тащим эту нить до параметра «Радиус» главного слоя. Кликаем в пустом месте. Теперь параметр «Радиус» слоя «Блик 1» связан с параметром «Радиус» главного слоя. То же теперь давайте проделаем и с параметрами «Rotation». Зажимаем клавишу «Alt» и кликаем по значку с секундомером слева от параметра «Rotation X». Берем «PiCube» и тащим до параметра «Rotation X» главного слоя. Создано новое выражение. То же самое делаем с параметром «Rotation Y» и «Rotation Z». Супер! Все выражения созданы и теперь параметры «Радиус» и «Rotation» слоя «Блик 1» полностью зависят от одноименных параметров главного слоя. Перейдем к слою «Блик 1». Здесь найдем грубу параметров «Light» и раскроем ее. Сейчас мы будем создавать небольшой «Блик», который будет расположен на правой стороне нашей земли. Так, возвращаемся к группе параметров «Light». Здесь напротив параметра «Light Intensity» выставите значение примерно в 230 единиц. Затем выберите светло-голубой цвет. Далее уменьшите значение параметра «Light High» примерно до минус 50, минус 55 единиц. И измените значение параметра «Light Direction» до 90 градусов. Отлично, «Блик» создан. Теперь сворачиваем все параметры слоя «Блик 1», выделяем его на панели «Timeline» и нажимаем сочетание клавиш «Ctrl D», чтобы создать его дубликат. Раскрываем параметры данного слоя «Effects», «CC-Sphere». Опять же находим грубу параметров «Light», раскрываем ее. Так, здесь, во-первых, давайте изменим светло-голубой цвет на белый, нажмем «Ок». Затем изменим значение параметра «Light High» примерно до минус 20. И увеличим значение параметра «Light Direction» до плюс 270. Окей, в итоге мы получили вот такой вот блик, который расположен у нас в левой части нашей планеты. Скрываем все параметры слоя «Блик 2», выделяем слои «Блик 2» и «Блик 1», переходим к столбцу «Mod» и меняем режим наложения для этих слоев на «Screen». Тем самым мы добавили нашей планете немного объемности. Сейчас давайте добавим небольшое яркое пятнышко на поверхности Земли. И для начала перейдем к главному слою. Раскроем его параметры. Так, раскроем группу параметров «Light» и «Shading». В группе параметров «Light» во-первых, увеличите значение параметра «Light Intensity» примерно до 220 единиц. Так, закроем группу параметров «Light», потому что она нам больше не понадобится. Переходим к группе параметров «Shading». Здесь, во-первых, измените значение параметра «Diffuse» до 40. Затем увеличите значение параметра «Specular» примерно до 70. Изменим значение параметра «Roughness» примерно до 0,09. И уменьшим значение параметров «Metal» до 75 единиц. Отлично. В итоге у нас получилось вот такое прикольное пятно. Скрываем все параметры главного слоя и переходим к панели «Effects and Presets». Здесь нам нужно найти эффект «Glow», то есть свечение. Как вы, наверное, догадались, при помощи данного эффекта мы сейчас добавим нашей планете небольшое свечение. Так, вот он, эффект «Glow» находится в группе эффектов «Stylize». Переносим его на главный слой и переходим к панели «Effects Controls». Здесь, во-первых, напротив параметра «Glow Based On» выставите значение «Alpha Channel». Спускаемся чуть ниже и напротив параметра «Composite Original» выставляем значение «On Top». Затем переходим к параметру «Color A», то есть цвет «A» и выбираем для этого параметра ярко-синий цвет. Примерно вот такой вот. Нажимаем «Ок». После этого переходим к параметру «Color B», то есть цвет «B». И изменяем черный цвет на темно-синий. Примерно вот такой вот. Нажимаем «Ок». Так, единственное, что нам здесь осталось сделать, это увеличить значение параметра «Glow Radius» примерно до 50. В результате у нас получилась вот такая вот голубая дымка вокруг нашей планеты. Планета смотрится очень даже красиво, но не совсем реалистично. И это, скорее всего, происходит потому, что у нас пока нет атмосферы. То есть вот этих вот белых облаков вокруг нашей планеты. Давайте же добавим их. Переходим на панель «Timeline» и два раза кликаем по главному слою. Откроется композиция. Затем переходим к панели «Project». Выбираем изображение с атмосферой и перетаскиваем его на панель «Timeline». Располагаем ее первым слоем. Так, изображение атмосферы немного меньше нашего кадра, поэтому раскрываем параметр «Scale» для данного слоя и увеличиваем его. Затем перейдем к столбцу «Mod» и изменим режим наложения для данного слоя на «Screen», чтобы пропали вот эти вот черные области. Так, атмосфера у нас создана. Теперь давайте вернемся в главную композицию, композицию планеты Земля и посмотрим, что же у нас получилось. А получилось у нас все просто лучше некуда. Единственное, давайте добавим немного движения нашей атмосфере, а заодно и самой планете. Так, возвращаемся в композицию, где у нас расположена атмосфера. Так, если мы сейчас будем анимировать положение нашей атмосферы, то у нас получится вот такая вот ерунда. Поэтому давайте перейдем к панели «Effects and Presets» и найдем «Effect Motion Tile». Вот он находится в группе «Effects of Stiles». Переносим его на слой атмосферы и переходим к панели «Effects Controls». Здесь, во-первых, убедитесь, что индикатор текущего времени находится в начальной позиции, и поставьте первый ключевой кадр для параметра «Tile Center». Затем перемещаем индикатор текущего времени в конец композиции, и изменяем значение параметра «Tile Center» примерно на 400 пикселей по оси «Х». Так, посмотрим, что у нас получилось. В принципе, скорость нас устраивает. Отлично. Так, возвращаемся в главную композицию. Выделяем главный слой, раскрываем его параметры «Effects» — CC Sphere. Здесь раскрываем группу параметров «Rotation» и находим параметр «Rotation Y», то есть вращение нашей планеты вокруг оси «Y». Перемещаем индикатор текущего времени в начальную позицию и ставим для этого параметра первый ключевой кадр. Затем перемещаем индикатор текущего времени в конец композиции, и изменяем значение данного параметра примерно на 120 градусов. Посмотрим, что у нас получилось. А получилось у нас очень даже неплохо. В принципе, на этом шаге можно остановиться, но давайте проведем еще небольшую цветокоррекцию. Перейдем в композицию, где у нас расположены изображения с землей и с атмосферой. Так, выделим слой с изображением земли. Перейдем к панели «Effects and Presets» и найдем уже знакомый нам эффект «Hue Sturation». Перенесем его на слой с землей. Переходим к панели «Effects and Presets» и уменьшаем значение параметра «Master Saturation» до минус 20. Тем самым мы немного уменьшили насыщенность нашего изображения. Теперь, опять же, возвращаемся к панели «Effects and Presets» и находим эффект «Curves», то есть кривые. Перетаскиваем данный эффект на слой с картой. Переходим к панели «Effects and Presets» и изменяем данную прямую примерно вот до такого состояния. Теперь давайте перейдем в синий канал и повысим влияние голубых оттенков. Окей, перейдем в главную композицию и посмотрим, что у нас получилось. А получилась у нас вот такая вот красивая синяя планета Земля. В принципе, на этом можно остановиться. В очередной раз не устаю повторять эту фразу, но мы выполним еще один шаг. Идем в «Layer New Solid». Выбираем черный цвет для этого сплошного слоя. Кликаем по кнопке «Make Comsize» и нажимаем «Ок». Переходим к панели «Effects and Presets» и находим эффект «Lens Flare». Переносим эффект «Lens Flare» на только что созданный сплошной слой. Здесь напротив параметра «Lens Type» выставите 105 мм Prime. Затем перейдите к панели «Timeline» и в столбце «Mode» напротив данного слоя уже по привычке выставите значение «Screen». В итоге мы получим вот такой вот блик. В принципе, можно его немного разукрасить. И в этом нам поможет эффект «Curves». Переносим его сюда. Выбираем синий канал и увеличиваем влияние синих оттенков. Можно перейти в красный канал и изменить прямую вот до такого состояния. Так, отлично. Мы получили вот такой вот блик. Так, в принципе, его можно анимировать и получить классную анимацию. Так, ладно, чтобы не затягивать урок, я этого делать не буду. Окей. Давайте посмотрим, что у нас получилось. А, получилась у нас вот такая вот классная композиция. Если честно, результат превзошел все мои ожидания. Окей. На этом я прощаюсь с вами. Надеюсь, у вас все получилось. И, как обычно, увидимся в следующем уроке.